По словам Угая, его задержали в ходе проведения лекции об основах йоги в лофт-проекте этажи в связи с заявлением местного жителя. Свой комментарий нам согласился дать доктор социологических наук Михаил Смирнов. Михаил Юрьевич, добрый день. Добрый день. Ну, начну с простого вопроса. Смотрели ли вы лекцию? Да, я посмотрел на ютубе и посмотрел стенограмму, расшифровку текста этой лекции. То есть я с этим ознакомился. Ну, давайте тогда, что называется, от печки. Вот как мы можем определить, что такое миссионерская деятельность? Ну, знаете, вот определить миссионерскую деятельность мы можем по-разному, потому что есть разные научные определения, религии вирдоминальные, но существует уже и правовое определение миссионерской деятельности. И, собственно, если мы будем второго исходить, который является для нас законом, то там есть четыре признака, по которым определяется, какая деятельность миссионерская. И это все очень компактно сформулировано в главе третьей федерального закона о свободе совести о религиозных объединениях. Четыре признака я быстро их перечислю. Это деятельность религиозной организации, точнее объединения. Она может быть группа или организация. Это деятельность, которая направлена на лист не являющихся участниками этого объединения. Это деятельность, которая ведется в целях вовлечения в это религиозное объединение. Но это публичная деятельность, которая использует доступные по закону средства, средства массовой информации, например. То есть вот этот комплекс действий, четыре признака, это и есть миссионерская деятельность по нашему российскому законодательству. Если именно так рассматривать, то тогда не очень понятна ситуация в том случае, если, конечно, данному гражданину предъявлена претензия в проведении миссионерской деятельности. Является ли он членом религиозного объединения, занимался ли он публичным вовлечением в деятельность этого объединения в местах, которые для этого закона не предназначены. Ну вот, не зная, какой именно состав, сказать, инкриминируется Дмитрию Угаю, трудно комментировать этот конкретный случай. Но я могу, может быть, упреждая какой-то ваш вопрос, сказать, что по существующему законодательству религиозная деятельность физического лица гражданина Российской Федерации миссионерской деятельностью не является. То есть он может, пользуясь правом, предоставленным статьями 28 и 29 Конституции Российской Федерации, распространять свои религиозные убеждения и иные убеждения, действовать в соответствии с ними. Я, правда, не уверен, что в данном случае речь идет именно о религиозной деятельности. Если судить по высказыванию самого Угая в социальных сетях, то скорее он занимался такой информационно-просветительской деятельностью, рассказывая о том направлении религиозном, с которым его пригласили ознакомить на фестивале в Вовте. Ну и в таком случае это такая чисто просветительская деятельность. Скорее, вот именно так. Михаил Юрьевич, вопрос простой. Кто еще может попасть под этот закон? И получается ли, что, например, преподаватели, коучи каких-нибудь тренингов личностного роста, дианетики, саентологи и, собственно говоря, многие и многие другие люди, они точно так же попадают под этот закон? Нет, ну давайте так. Вот все-таки перечисливать эти признаки не зря. Хотя, если именно ими руководствоваться, то тогда круг лиц, которые могут попасть под действие этого закона, он четко ограничен. Вот те, кто занимается этой деятельностью, соответствуют этим четырем признакам. Причем, если они это делают в местах, установленных законом, а в федеральном законе перечислено там 7 или 8 позиций те места, где это дозволяется, то тут вообще претензий быть не должно. Если за пределами этих мест, то тогда, наверное, эти претензии будут обоснованными. То есть люди должны сначала познакомиться с законодательством, прежде чем выходить с публичным миссионерским каким-то посылом вот за пределы, установленных законом мест. То есть, условно говоря, если бы товарищ Угай в рамках йога-центра проводил данную лекцию, то вот этого инцидента не возникло бы, правильно я понимаю? Ну, мне трудно оценить это, поскольку я не знаю позиции и логики правоохранительных органов, которые вот как-то отреагировали на ситуацию. Но, в принципе, да, если специально для этого предназначенном помещении, как представитель религиозной организации он это делает, то претензий быть не должно. Но я понимаю, что у вас в подоплекающем вопросе, вот, допустим, преподаватель, который рассказывает студентам о тех же самых религиозных учениях, вот он попадает или нет? Конечно, нет. Любой преподаватель, по крайней мере, государственных образовательных учреждений действует на основании образовательной программы, рабочих программ, учебной дисциплины и так далее, официально утвержденных. Поэтому здесь вполне легитимна вот такая образовательная деятельность, в том числе предполагающая ознакомление, информацию в качестве учебного материала с любыми религиозными традициями, с их содержанием, их практиками, их организацией и так далее, и так далее. Но тут еще очень трудно все-таки вычленить понятие миссионерская деятельность, просветительская и миссионерская. Чем они отличаются в данном случае? А, ну вот смотрите, мы попадаем в ситуацию, когда есть несколько различающиеся толкования того, что есть миссионерская деятельность в религиоведческом понимании, в религиозном понимании и в правовом понимании. Вот три разных подхода. Ясно, что для религиозных сообществ миссионерской деятельности это всегда деятельность, направленная на распространение своего вероучения и стремление обратить в это вероучение какое-то количество новых последователей. А вот для религиоведа, который занимается изучением этих религиозных сообществ, все это является, то что я назвал, признаком миссионерской деятельности, но мы это рассматриваем именно как реализацию определенных религиозных убеждений человека. С точки зрения правоохранительных органов, очевидно, что нарушение этой деятельностью, установленного законом регламента, не имеет отношения вообще к содержанию даже. То есть я так понимаю, что правоохранители не интересуют совершенно мировоззрение, учение, доктрина, им важно, нарушается конкретная формулировка закона или не нарушается. То есть здесь три разных подхода. И я думаю, что мы в сложной ситуации действительно находимся часто из-за этих разночтений. Нормально, когда есть некоторый баланс понимания. То есть когда правоохранители более или менее компетентны и в законодательстве, и в понимании того, с чем имеют дело. Религиозная сфера – это деликатная сфера очень. А когда сами последователи религиозных учений тоже понимают, в каком государстве общество не находится и ведут себя законосообразно. Но мы же помним, да, что буквально в октябре, по-моему, 16-го года протестантского пастора штрафовали за миссионерство. То есть этот закон, он уже тогда начал действовать. Ну, это тут по-разному. Вы же знаете, что одновременно, скажем, из-за распространения литературы были привлечены люди с другого исповедания, но тем не менее эти обвинения были сняты. То есть, очевидно, еще нету устоявшейся практики того, как применяются эти нормы, не говоря о том, что подробного разъяснения на уровне правоприменителей, вот тех, кто, собственно, в поле правоохранителей, наша полиция, наверное, еще пока и нету. И поэтому люди, скорее, руководствуют своим пониманием, нежели тем, как это должно трактоваться строго по букве закона. Я могу вам сказать, что вот к самим формулировкам закона, по миссионерской деятельности, точнее, третьей статьи федерального закона о свободе совести, у меня больших претензий нету. Там достаточно четко сформулированы по оппозиции. Но вот к тому, как они толкуются, что называется, на земле, на местах, конечно, претензии есть. И понятно, что это толкование, оно, прежде всего, связано с некоторой некомпетентностью. Ну, а как, по вашему мнению, сейчас изменятся, так скажем, те или иные лекции, выступления, вот по сравнению, например, с тем временем, когда не было еще принято этих поправок? Ну, как изменится? Надо внимательно читать российские законы. Вот, пожалуй, что самое главное. Если ты соблюдаешь все нормы, которые в этих законах установлены, значит, бояться нечего. Я в этом убежден. Мы живем в стране, в которой есть своя законодательная база, начиная от Конституции, кончая федеральными законами. И если мы всеми будем руководствоваться, от граждан до разных судебных и прочих органов, то тогда, я думаю, не будет их проблем. Ну и последний вопрос. Как вы видите развитие этой ситуации, именно вот данной, Сугая? Ну, вот эту конкретную ситуацию мне трудно комментировать, потому что я думаю, что ни я, ни вы, ни кто, ну или большинство случаев не знает подробностей и деталей, и не знает, собственно, что именно предъявлено Дмитрию Угаю, как основание, ну или претензии, нарушения им чего-то. Если это будет более или менее понятно, то тогда можно и дать более точный комментарий. Во всяком случае, из того, что видно, из того, что сам он публиковал в социальных сетях, складывается впечатление, что действительно это был, может быть, с обоих сторон не очень продуманный акт. То есть правоохранители отреагировали согласно поступившему комптору распоряжению или сигналу. Ну и сам он тоже, может быть, в какой-то степени, не знаю, как это не совсем адекватно, выстроил свое поведение, может быть, вот в этом конкретном случае. Мне трудно на счет как-то более определенно высказаться. Вы же понимаете, не имея информации, можно бы только гадать. Это не самый лучший вариант. Хорошо, будем ждать финала заседания мирового суда. У нас на связи был доктор социологических наук Михаил Юрьевич Смирнов. Спасибо большое и до встречи.